Всем привет! Сегодня у меня с Алиэкспресс распаковочка, такая коротенькая, да? Приехали вот такие вот две посылки, то есть коробочка и вот такой пакет. Тут должны быть аксессуары для моей видеокамеры Panasonic HC-V770, на которой я сейчас снимаю себя. Здесь должен быть аккумулятор, то есть увеличенного объема, да, который идет родной, он довольно-таки маленький. И зачастую бывает так, что если, например, снимаешь на улице, да, то бывает не хватает. Приходится мосты, видите, повербанк там прилеплять, чтобы он висел как-то, да, или таскать его в руке на проводе. Вот, ну, как-то приходится, в общем, что-то думать. Вот, а здесь крышка должна быть на объектив. Ну, сейчас мы это все посмотрим, вот, и, как бы, я постараюсь вам продемонстрировать, что подходит, что нет. Ну, начнем вот с объектива, тогда, так как пакет маленький. И мы с него и начнем. То есть, это вот такая вот крышка. Вот такая вот крышечка. Блин, как она уже открывается. То есть, обычная пластиковая крышка. К сожалению, без шнурка. Ее, наверное, можно потерять, если не будет шнурка. Но, главное, чтобы она работала. Ну, сразу скажу, что это вот, даже не помню, сколько обошлась. В общем, стоит там на Алике эти крышки вообще копейки. Вот, поэтому я, собственно, там и заказал. Ну, шла она где-то около недели двух, двух с половиной. Вот, но не как обычно, там, ждешь эту вот мелочевку месяц, да. Это вот ехало довольно-таки быстро. И распакуем сразу вторую посылку. Это у нас должен быть аккумулятор. Аккумулятор тоже там долго я листал этот Алик, в общем-то. У некоторых были такие отзывы, что, например, выслали и не приехал. Вот такие вот моменты, да. То есть, я старался найти такого продавца, у которого там более-менее все нормально. И быстрая доставка. Просто некоторые продавцы там тоже писали, да, покупатели, что очень долгая доставка. То есть, кто-то ждал месяц, кто-то полтора. То есть, вот, это вот мне приехало за примерно три недели. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим, что там. Коробка, в принципе, немножко мятенькая, да. То есть, ее, видимо, где-то помотало. Упакованы это вообще неплохо, я бы сказал. С учетом, что китайцы так редко упаковывают. Видите, чтобы не болталось и сильно не помялось. Вот. Ну, это для меня, честно говоря, в новинку. И здесь вот такой вот аккумулятор. Такие вот картинки на нем, да. Характеристик, в принципе, никаких. Только модель аккумулятора тут написана, да. И, собственно, изображение видеокамеры. Ну, в коробке больше ничего нет, кроме подложки этой. Ну, посмотрим, что у нас внутри. Коробка у нас развалилась. Внутри у нас аккумулятор. Упакованный вот в пупырку обычную. То есть, это у нас аккумулятор. Он чуть больше родного, да. И на нем характеристики написаны, что он 3900 Ач, 3,6 В. То есть, я вот вам покажу, какие на нем характеристики. И вы уже сами. Смотрите, что важно из них узнать. Вот. Стоит он там адекватных денег, да. И это, как по мне, лучше купить вот таких вот два, да. Они там есть разные варианты. Есть со станцией зарядки, да. Есть, ну, я взял, честно говоря, вот это на пробу просто. Я думаю, что в дальнейшем я еще возьму такой один аккумулятор, да. И еще станцию зарядки возьму, чтобы у меня было всегда заряжено два аккумулятора. Вот. Просто всегда в камере заряжать. Мне кажется, это, ну, постоянно надо камеру тоже мучить. Ее на зарядке держать. А это на станции зарядил. Один в карман, один в камеру. И, собственно, тот маленький, родной, тоже будет как резерв. Вот. Ну, сейчас попробуем примерить, да. И эту защитную крышку на объектив и этот аккумулятор. Возможно, там есть какая-то зарядка. А даже попробуем включить камеру. Итак, ребят, вот эта камера. Моя, да. Сейчас мы ее попробуем. Вот этот аккумулятор родной, который шел с ней с магазина. Вот его характеристики родного аккумулятора. Ну и здесь мы видим его размеры. То есть так-то он, в принципе, одинаковый. А вот по объему, да, то есть тот, который пришел с Китая, он больше. Попробуем вставить. Ну, я, честно говоря, даже не смотрел в Ютубе. Я на Алике забил аккумулятор там и так далее. И я даже не смотрел обзоры на него, на эти аккумуляторы. Просто из любопытства. А в одном, когда у меня уже пришло это дело, ну, не болтается ничего, все подошло, все нормально. Теперь, наверное, все сбилось. Все работает. Даже вон заряд есть. Пока, ну, в смысле, в этой батарее. Так что, все, в принципе, у нас функционирует. Аккумулятор рабочий. Потом я его заряжу. Вот, заряжу я его до конца. И, может быть, буду уже тестировать, насколько его хватит. А по поводу крышки. У меня здесь есть уже защитное стекло, да, чтобы на объектив пыль меньше попадала. И, ну, не дай бог, если я где-то там стукну или ударю, чтобы не по объективу бить, а по стеклу. Ну, это так называемый фильтр, да, он накручивается тут. И вот этот колпачок, на него вот так вот будет закрываться. То есть, раз, поставили, и все. Жалко, конечно, не шнурка, придется его в карман класть. Но зато у меня все тут защищено. То есть, если я его даже где-то уроню, не будет стукаться, то есть, ни этот фильтр, ни как этот объектив, да, я думаю, что это неплохой вариант для защиты этой камеры. Вот. Поэтому рекомендую, ребят, все держится, ничего не слетает, ничего не крутится, ну, чуть-чуть он тут люфтит, но я думаю, это не важно. Вещь копеечная, если даже этот сломается, или фильтр, или, например, вот эта крышка, да, пластиковая, я безо всяких проблем закажу себе другую, или прям возьму набор фильтров, и вот этой крышки, там они есть в наборе. Ну, вот, стоят они там, еще раз повторюсь, копейки. Ну, вот, ребят, собственно, и все, да, что я хотел вам рассказать о сегодняшних посылках, то есть, аккумулятор и вот эта крышка объектива, в принципе, есть место быть, я думаю, что их вполне стоит купить там за копейки, чем здесь переплачивать там, ну, какие-то сотни рублей, а вот за это, возможно, и тысячи. Вот. Честно говоря, даже не приценялся, сколько они здесь стоят, тупо нашел на Алике и заказал. Ссылки оставлю на это все, смотрите, приценяйтесь, возможно, вы, конечно, найдете дешевле, или здесь, в России, возможно, где-то в Китае, но, как для информации, оставлю. На этом все, ребят, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь, всем удачи, всем пока!